Это господдержка ипотека, то есть часть процентов гасится за счет правительственных денег на 15 лет. Ну, платежка, в принципе, нормальная. Квартира Антона еще строится. Вторичный рынок в плане покупки удобнее, ведь помещение практически готово к заселению. Первичное жилье будущим хозяевам придется ждать, потом обустраивать и делать ремонт, что тоже подразумевает затраты. Однако и при этих условиях строящиеся квартиры оказываются дешевле. Тем более в минувшем году за счет господдержки банки выдавали ипотеку под 12% и ниже. Ставка без льгот в начале 2015-го в некоторых банках достигала 19%. При таких условиях срок кредита за квартиру, например, для Антона, сразу бы увеличился минимум на 5 лет. Полтора-два процента при сумме миллион-полтора за 10-15 лет копят большую разницу и получается намного дороже. А многие покупку квартиры в таких условиях и вовсе решили отложить на неопределенное время. В начале 2015-го выдача ипотеки сократилась втрое. В марте правительство ввело программу субсидирования кредитов на покупку жилья у застройщиков. Люди могли брать менее дорогие займы и ипотечный рынок выровнялся. В ноябре-декабре объемы выдаваемых кредитов приблизились к показателям 2014 года. Ажиотажного спроса на ипотеку не наблюдается, тем не менее стабильные объемы мы прослеживаем. В начале 2016-го года традиционно идет в январь месяц невысокий объем кредитования. Я думаю, здесь люди заняли выжидательную позицию. Однако такая ситуация не во всех банках, а только в тех, чье участие в госпрограмме закончилось еще в декабре прошлого года. Сейчас договоры на льготных условиях здесь уже не заключают. А вот там, где успеть взять ипотеку со сниженной ставкой еще можно, нетрадиционная для начала года активность наблюдается. Процентов 70 вообще по рынку, это именно ипотечные сделки, именно с господдержкой. Поскольку это маленький процент, и она спасла на самом деле строителей, поскольку у вторичного жилья процент 14,5, ну какие-то банки выше-ниже, а вот это 11,9, у кого-то тоже варьирует ставка. Поэтому, конечно, это очень позитивно сыграло на рынок новостройка именно. Вторичное жилье покупать продолжают, но эти объемы значительно сократились. Некоторые банки вообще перестали выдавать ипотеки на приобретение квартир не в новостройках. Однако, по словам экспертов, если ипотечный рынок лишится субсидирования процентной ставки, количество заемщиков сократится минимум на 40%. И от обвала его спасет именно спрос на вторичном рынке. Изначально в Минстрое заявляли, что субсидирование ставки ипотечного кредитования на первичном рынке жилья продляться не будет. В марте планировалось подвести итоги работы программы и разработать иные меры поддержки. Однако, буквально накануне озвучили окончательное решение. Программа будет работать до конца 2016 года. Льготная ставка сохранится на уровне 12%. Правительство выделяет на это более 16,5 миллиардов рублей. Анна Солодкина, Семен Воробьев. Новости дня.